Здравствуйте, я Сергей Панарин. Это программа «Точка зрения» на канале ТВК. Сегодня у нас в гостях правозащитник Роман Кришталь, человек, который борется за порядок на липецких дорогах. Мы в прямом эфире. Своего вопроса вы можете задавать по телефону 235-244. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Роман, вот вы позиционируете себя как правозащитник. Роман, вам все-таки не обидно, вы получили известность в городе относительно недавно, когда вы сняли на свой видеорегистратор, как служебный автомобиль нашего губернатора дважды нарушил правила дорожного движения. Получается, что вы такой борец с служебным автомобилем губернатора. Вам такая репутация не мешает вашей деятельности? В принципе, те, кто меня давно знает, они понимают, что автомобиль губернатора – это не исключение. Я стежу за нарушениями не только автомобилей губернатора, но и всех административных структур, в том числе правоохранительных. Сотрудники ГИБДД, органы прокуратуры, которые также нарушают правила дорожного движения, они также попадают, когда в поле моего обозрения несут ответственность. То есть все это фиксируется, отправляется в ГАИ с просьбой принять меры привлечь виновных к ответственности. Также, если гражданин, обычный гражданин, нарушит, серьезно нарушит правила дорожного движения, к примеру, выйдет на встречную полосу в нарушении разметки, либо требования знака «обгон запрещен», также на него будет написано заявление в ГИБДД, потому что правила дорожного движения – это закон жизни, его надо соблюдать всеми. Роман, у меня все-таки такой, знаете, к вам такой журналистский интерес, я вот тоже автолюбитель, у меня тоже есть видеорегистратор на машине, я часто на ней передвигаюсь, но мне ни разу не попалось и грубое нарушение, я так замечаю, редко попадает в кадр, и уж тем более нарушение губернаторского автомобиля. Вот признаетесь, вы следили за губернатором в те моменты, когда он пересек сплошную линию, и особенно в тот момент, когда наш губернатор проехал под кирпич? Как так получилось? Это дело случая. На самом деле, мне тоже многие задавали этот вопрос, даже кто-то высказывал такое мнение, что я проплачен Лисиным, чтобы специально следить за губернатором, создавать ему репутацию негативную. Но на самом деле, все произошло случайно, это также следует из видео. В первом варианте, когда автомобиль губернатора выехал через сплошную на встречную полосу, видно, что впереди двигался я, то есть я двигался по правой стороне. Вы не могли предположить, что... Да, не мог я предположить, что сзади меня кто-то обгонит и совершит выезд на встречную полосу. По второму варианту, это банально, мне сообщили о нарушении знака, то есть там имеется на площади, на Соборной площади знака, остановка только для автомобилей администрации. Я туда приехал, чтобы сфотографировать эту табличку незаконную и направить письмо в ГИБДД с просьбой ее демонтажа. Вот, когда я туда приехал, поставил автомобиль, пошел фотографировать табличку, то также проехал автомобиль губернатора под запрещающий знак, где запрещен. Вот, при этом на Соборной площади стоял инспектор, который никаким образом не отреагировал. Вот, я потом подошел, спросил, почему, в чем причина фиксации нарушений и непринятия по нему мер. По идее, инспектор должен подойти, оштрафовать водителя, составить протокол, выяснить причины, по которым совершено правонарушение, однако этого сделано не было. На что мне инспектор пояснил, что есть внегласные указания руководства ГИБДД, не штрафовать и не привлекать водителя и губернатора за нарушение ГИБДД, в том числе по данной территории. Вот, когда это все попало в сеть, было написано заявление в ГИБДД с просьбой также принять меры, по первому случаю, кстати, привлекли водителя, вынесли постановление в виде штрафа, по второму случаю сейчас ведется разбирательство. Вот, как мне пообещали, сказали в устной форме, что водитель будет привлечен к ответственности, но сегодня уже знака там не висит, то есть знак демонтировали. Кирпич демонтировали. Да, кирпич. Давайте, у нас звонок от зрителей уже есть, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Есть звонок, Илья? Пожалуйста, вот, мы его... К сожалению, не слышим, у нас какие-то неполадки, наверное, я надеюсь, мы их скоро разрешим. Все-таки, возвращаясь вот к этой истории с нарушением правил дорожного движения служебным автомобилем губернатора, вы же потом подошли к Олегу Петровичу Королеву и спросили его о причинах этого. Да, мне было интересно... Вас как правозащитника удовлетворил вот этот ответ, что надо просто было по важным делам позвонить премьер-министру? Во-первых, я не верю такому ответу, что именно это послужило основанием для нарушения знака, потому что я предполагаю, не могу утверждать с точностью, что такие нарушения происходили периодически. Всегда, когда нужно было подъехать к зданию администрации, нарушался этот знак, то есть требование этого знака. Просто в этот момент было зафиксировано все, отправлено в ГИБДД, поэтому резко приняли меры для демонтажа знака. Давайте все-таки попробуем услышать звонок нашего телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да. По внешнему виду, может ли внешний вид автолюбителя стать причиной проведения экспертизы? Должны быть достаточные основания полагать, что лицо находится в состоянии опьянения. То есть по внешнему виду можно судить о том, что человек имеет такие признаки. То есть это шаткая походка, запах алкоголя изо рта, либо расширенные зрачки, покраснение глаз, то есть поведение, речь. Исходя из этого, инспектор для себя определяет, есть ли эти признаки, либо нет. Они являются чисто субъективными. И в этом случае инспектор должен, во-первых, до направления на освидетельствование составить протокол о подстранении от управления транспортным средством, потом предложить лицу, который управлял, пройти освидетельствование на месте. Если лицо отказывается это сделать, то есть пройти освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения, то должны ему предложить пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Составляется протокол о направлении на медицинское освидетельствование. Если такого протокола нет, то, в принципе, сама экспертиза будет незаконной. В этом протоколе водитель должен написать, согласен ли он пройти освидетельствование, либо отказывается. Если он соглашается, то вместе с инспектором они следуют в медицинское учреждение, где, естественно, врач проводит экспертизу. Желательно, конечно, снимать все это на видео, как проводится экспертиза, как происходит общение с ГИБДД, потому что зачастую никогда человеку не разъясняются его права, что он имеет право сделать, что не имеет. И просто подсовывают бумажки, чтобы он подписал. Подписывая эти бумажки, потом очень тяжело в суде доказать невиновность человека. К примеру, он отказывается пройти освидетельствование на месте, а ему просто подсовывают бумажку, что он отказывается пройти медицинское освидетельствование уже в медучреждении. Роман, ну вы вот сейчас так обстоятельно ответили на вопрос нашей телезрительницы, но когда читаешь, допустим, ваш блог о том, где вы расписываете те правонарушения, которые совершают, скажем, люди при исполнении, то складывается впечатление, что это для вас такое хобби, развлечение, что вы просто над ними издеваетесь, смеетесь. Все-таки для вас вот эта деятельность, когда вы фиксируете нарушения автоинспекторов, губернаторов, судей, это что такое? Конечно, это не моя основная деятельность, это как хобби. То есть это, в принципе, интересно и забавно. То есть элемент развлечения все-таки для вас в этом присутствует? Ну, конечно. Мне интересно, как будет отвечать в этом случае ГИБДД, в том числе, в виде этого нарушения, и когда оно опубликовано, в том числе в средствах массовой информации, и когда они даже без моего заявления должны возбудить дело. То есть даже если я никуда не обращусь, но это где-то будет на каком-то сайте, либо по телевидению показано какое-либо нарушение, они должны самостоятельно принять меры к возбуждению дела. Это является основанием публикации. Поэтому если я вижу, что сотрудник ГИБДД едет на служебной машине и проехал на красный свет, либо не включил поворотник даже, это мелкое нарушение, либо остановился в зоне действия знака 327, остановка запрещена, я, конечно, зафиксирую это, отправлю ГИБДД и посмотрю, что мне ответит. Раньше, лет 5-10 назад, еще можно было встречать ответы, что нарушений нет, вот инспектор исполнял свои служебные обязанности, вот отписку формальную. Сейчас же ситуация изменилась, у нас ГИБДД признает свои нарушения и привлекает лиц к ответственности. Вот, к примеру, случай был года полтора-два назад, когда инспектор стоял на тротуаре, его попросил убрать автомобиль, он отъехал и не пристегнулся ремнем безопасности. Это также было заснято на видеозапись, то есть на телефон отправленного ГИБДД, и этого инспектора штрафовали на 500 рублей, что он 5 метров проехал не пристегнутый ремень безопасности. Ну, как автолюбители просто, наверное. Роман, все-таки вот вы говорили о реакции общества, все-таки вот эта видеозапись с губернатором, она прошла по многим СМИ, по многим сайтам, в социальных сетях разлетелась моментально. Вы рассчитывали на такой эффект или вас что-то удивило в реакции именно людей на эти нарушения? Нет, на такой эффект, конечно, я не рассчитывал. У меня есть своя группа, в принципе, я думаю, что это все ограничится рамками моей группы. То есть ВКонтакте, вот мы пообсуждаем, кто-то свои предложения сделает. И прежде чем отправлять заявление по поводу губернатора, я провел соцопрос. То есть я выложил видеозапись и задал обществу вопрос, стоит ли привлекать, либо простить и так далее. И большинство проголосовало за то, чтобы написать заявление в ГИБДД о привлечении к ответственности водителя губернатора. Поэтому было написано такое заявление. То есть я правильно понимаю, что у вас вот именно такая принципиальная позиция, что губернаторы, автоинспекторы, судьи, они в первую очередь должны сами соблюдать законы, по которым они заставляют нас жить, обыкновенных граждан. Или вам без разницы, кто нарушает правила, если бы какой-нибудь пенсионер также въехал на Соборную площадь под этот кирпич, вы также обратились бы в ГИБДД? Если бы пенсионер в силу своего незнания, либо забывчивости въедет на территорию, я скорее всего не напишу такое заявление, потому что в принципе это не моя работа, это должен был сделать бы инспектор, который там стоит. Но когда вопрос касается нарушений сотрудников ГИБДД, администрации, правоохранительных органов, то я конечно здесь произведу реакцию, напишу соответствующее заявление, потому что я считаю, что они в первую очередь должны соблюдать и показывать пример обычным гражданам, как себя надо вести, в том числе на дорогу. То есть это ваша гражданская позиция такая. На ваш взгляд у нас в Липецке много людей с похожей гражданской позицией, которые готовы, скажем так, писать письма. То есть не только устно вас поддерживать и так морально, а вот... Сейчас немного, около 4-5 человек, которых я знаю, у которых действительно активная гражданская позиция. Это Владимир Костров, Василий Яндрух, вот мы в принципе тоже одной идеей боремся с правопорядком в городе Липецке. Вот, но с каждым днем становится их все больше. То есть ко мне обращаются, пишут, как нам сделать так, как нам сделать по-другому, чтобы привлечь кого-то, чтобы приняли меры и так далее. Я, конечно, даю какие-то консультации, разъяснения, вот. И в принципе идут предложения, чтобы участвовать в каких-то акциях вместе со мной, по тем же самым незаконным парковкам, вот, которые сейчас в городе распространены у нас. Ну про это мы обязательно еще раз поговорим. У нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, я вас слушаю. Да, вы в эфире. ЦВК. Да, здравствуйте. Ну попробуй. Вопрос будет или нет? Ну вот я на трубке напрямую вешу, жду, когда я сдержу. Не попробовал человек, что бывает. Все-таки, для вас главное, ответьте вот на такой вопрос, для вас главное, вы своей целью преследуете что? Чтобы должностное лицо, которое допустило правонарушение на той же дороге, на той же улице, было наказано? Или все-таки, чтобы городское пространство вокруг нас стало более удобным? Здесь две цели. Во-первых, наказать правонарушителя, чтобы не было таких нарушений впоследствии. К примеру, так же, если взять случай с автомобилем губернатора, первый случай, когда был выезд на встречную полосу, вот могло произойти ДТП элементарно. Потому что сверху автомобиль спускается с поворота, произошла бы авария, вот, и создался бы там затор. И еще неизвестно, кто оказался бы виноват в этой аварии. Ну, в принципе, да. Но согласно правилам дарного движения, был бы виноват водитель-губернатор, вот, если бы этой огласки не было никакой. Вот, и поэтому я считаю, что в первую очередь за правонарушение, за любое, должен человек нести ответственность. То есть, неотратимость наказания. Вот, вторая цель, уже да, чтобы сам чиновник, сам инспектор понял, как принять меры к недопущению повторного правонарушения. То есть, к примеру, с губернатором это снятие знака. То есть, нет сейчас там знака кирпича. И можно проехать. То есть, вы, то, что просто убрали знак кирпич, вы, в принципе, удовлетворены такой реакцией властей на вашу деятельность? Нет, не удовлетворены. А что бы вы хотели, чтобы что там было? Я бы хотел, чтобы знак кирпич остался, но перестали нарушать его требования. То есть, в принципе, это площадь, где люди гуляют, отдыхают, собираются. И ездить там автомобилем, неважно каким, вот, я полагаю, что запрещено. Так же, как и на Соборной площади в Петербурге. То есть, есть определенный момент, когда можно там в спецтехнике проехать, убрать там что-то. Вот, но в данном случае, я полагаю, что можно пройти там лишние 30-40 метров, вот, и не нарушая требования знака. Роман, давай все-таки попробуем услышать нашего телезрителя. Здравствуйте. Только побыстрее. Алло, здравствуйте. Да, ваш вопрос. Пасскажите, пожалуйста, вот у меня вопрос к Роману. Как сочетается с его статусом правозащитника езда с перевернутыми номерами? Я вот ролик увидел на видео ВКонтакте. Недавно вы ездили по Липецку с перевернутыми номерами. Зачем вы это сделали? Во-первых... Это нарушение, во-первых? Это не нарушение. Я считаю, что это не нарушение. Поясню следующее. Нигде у нас ни в правилах, ни в кодексе об административных правонарушениях не указано, что с перевернутыми номерами запрещено ездить. Единственное, какую статью можно сюда потянуть, это за нечитаемый номер. Однако на видеозаписи, которая в интернете размещена, есть, видно вернее, что номера чистые и читаемые. В ГОСТе указано место расположения знака, но не указано, каким образом он должен располагаться. Поэтому чисто формально нарушения нет. И этот ролик был сделан для того, чтобы показать, что существует в нашем законодательстве, в том числе в ГОСТах, в ПДД, пробелы, которые позволяют водителям уходить, в принципе, от ответственности иногда, потому что перевернутые знаки не всегда читают камеры фотофиксации. Это было сделано разово, в один день. То есть на следующий день знаки были поставлены в первоначальное положение, и нарушений никаких не было. Также о том, что отсутствуют нарушения, подтверждают и сотрудники ГИБДД, которые останавливали меня, причем в этот день два раза. Первый раз это на площади революции. Был я остановлен инспекторами, и меня отпустили. Я уехал с этими же знаками, с перевернутыми. И второй раз это в этот же день возле Звездного. Тоже меня остановили и отпустили, потому что поняли, что нарушений прямых нет. Роман, у меня вот такой вопрос. Все-таки вам не кажется, что в таких случаях вы немножко перегибаете палку, потому что ситуация действительно нестандартная, и тот же автоинспектор, когда видит и участвует в этой нестандартной ситуации, он в любом случае, вы его провоцируете, ну, либо сказать какую-нибудь глупость, либо совершить какой-нибудь неправильный поступок, хотя, может, он и довольно-таки квалифицированный сотрудник, и вы его немножко подставляете. Я думаю, вопрос был про это. Вы же все-таки позиционируете себя как правозащитник. А здесь вы немножко издеваетесь над этим правом. Вот смотрите, в принципе, нужно судить из того, что написано у нас в кодексе и в правилах. Вот нету, если ответственности за какое-либо деяние, то ее не должно быть. Либо надо вносить изменения. Вот этим роликом я показал не то, что я хочу там над кем-то посмеяться, а я показал, что нужно внести изменения в ГОСТ. Потому что, вот, к примеру, нечитаемый номер, он не должен читаться с 20 метров, к примеру. Вот нужно пригласить свидетелей, отвезти их на 20 метров, и они сказали, видно номер, либо не видно. В данном случае инспектор, он хотел сделать вид, что номер нечитаемый, предоставил мне правила дорожного движения, перевернул их и говорит, почитайте, попробуйте, прочитаете. Я прочитал. То есть перевернутая книга, она все равно читаемая. Трудно читаемая, но читаемая. Понятно. У нас время рекламы, она будет совсем короткой, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, это программа «Точка зрения» на канале ТВК. Сегодня у нас в гостях правозащитник Роман Кришталя. Мы говорим о том, о законности на наших дорогах, о соблюдении законов в нашем городе и как их отстаивать простым гражданам. Мы работаем в прямом эфире, свои вопросы вы можете задавать по телефону 235-244. Роман, сейчас, если читать вас в блог, то складывается ощущение, что вы больше всего обеспокоены тем, скажем так, незаконными парковками, захватом земель, как вы это называете в городе Липецке. То есть есть какое-то административное здание, стоит рядом, знак «парковка запрещена» и под ним табличка, кроме транспорта... Прокуратуры, судей. Вы считаете, что это незаконно и чем это нарушает права остальных граждан? Во-первых, не только я считаю, что это незаконно, само ГИБДД считает, что это незаконно, потому что на мои запросы даются конкретные и понятные ответы, что гостами таблички подобного рода не предусмотрены и являются незаконными, подлежат демонтажу. К примеру, как это может нарушать права и интересы граждан, либо как это может вводить кого-то в заблуждение. Вот стоял знак «3.27. Остановка запрещена» возле здания мировых судей на полиграфической 5. Там был знак, висела табличка и парковались только судьи. То есть если обычный человек подъедет, его спокойно могли оштрафовать. Но даже сами судьи, которые должны знать закон лучше, чем обычный любой другой гражданин, они сами нарушают. То есть становясь под этот знак, независимо, есть там табличка, нет таблички, они уже становятся правонарушителями. Что произошло после моего сообщения? Знак этот демонтировали, вообще спилили оттуда. Но вы же согласны, что в принципе вот эти знаки, вот эти таблички, они не от хорошей жизни появляются. То есть если бы в нашем городе прекрасном было бы огромное количество парковочных мест, людям, наверное, туда остановили, ставили бы свои машины и спокойно шли бы по своим делам. А так как парковочных мест нет, вот и приходится ставить на тротуары, на бордюры, на газоны, под знаки. В этом, наверное, основная проблема или не в этом, на ваш взгляд? Проблема в том числе и в этом, в том числе. Но если исходить из логики тех, кто такие таблички устанавливает, такие знаки устанавливает, то давайте всем разрешим официально устанавливать напротив своих зданий, напротив своих магазинов такие таблички. Чтобы у всех были равные права. Да, чтобы у всех были равные права. И тогда никому, никто не сможет перепаковаться там, где он хочет. Потому что если ты там не идешь в это кафе, то тебе здесь становиться нельзя. Если ты не идешь в этот магазин за продуктами, то тебе тоже становиться здесь нельзя. Поэтому должен соблюдаться принцип праведства. То есть все равны перед законом. Роман, у нас в стране многие люди занимаются деятельностью, похожей на ваши. Я вот помню, в Екатеринбурге был активист. Но потом в жизни у этих людей случаются какие-то неприятности. Как раз от тех структур, нарушения которых вы сфиксируете. Вы пока не замечаете, что к себе пристального внимания тех же ГИБДДшников, сотрудников прокуратуры. Судей рано, наверное, еще. Нет, такого внимания я к себе сейчас не замечаю. Вы не боитесь этого? И не боюсь этого. Не боюсь. Основания боятся. Нет. То есть самое главное в своей жизни это не нарушать закон. Вот, конечно, бывает много случаев. Подкидывают и наркотики и так далее. То есть фабрикуют дела, как и в отношении Навального. То есть все это возможно. Но я этого не боюсь. Потому что таких, как я, в скором времени будет все больше и больше. И просто не сможет власть бороться уже со всем населением. Ей придется принять условия и правила игры, такие же, как для всех. Но вам же вот недавно прокололи колеса в С4. Такая неприятность, когда с утра выйдешь, а колес нет. Неприятно. Вы это связываете с родом своей деятельности все-таки? В принципе, да. Потому что автомобиль у меня стоял на этом месте, в принципе, всегда, пока я там живу. И ничего места я не занимаю. То есть кто-то из соседей не мог это сделать. Очевидно, это тот, кому я помешал, либо кого привлекли к ответственности, либо кто-то, кто понес какие-либо взыскания. То есть там либо штрафы, либо там дисциплинарная ответственность. Вот. Поэтому, конечно, неприятно, но надо жить дальше. Автомобиль теперь у меня стоит на стоянке платной охраняемой. Более того, он у меня оформлен по каске, то есть любые повреждения, они мне возмещаются. То есть даже сожгут, если этот автомобиль, то ничего страшного не произойдет. Вы не расстроитесь? Нет. У нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вопрос к Роману, уважаемый Роман. Вопрос для подражания очень плохой. Пример, вернее, который вы озвучили в эфире на весь город, даже как я пенсионерка, мне очень неприятно. Это что? Перевернутые знаки. Что будет дальше? Сейчас этот пример для подражания во всем городе будет. Я считаю, нужно наказать вас и нужно наказать работника ГИБДД, который вас опустил. Я полагаю, что прежде чем наказывать, нужно определить и понять, что же человек все-таки нарушил. Если вы откроете кодекс об административных правонарушениях и найдете статью, где предусмотрена за это ответственность, я сам приду в ГАИ, напишу заявление и попрошу, чтобы меня привлекли к ответственности. Пока этой статьи нет, пока этой статьи нет у нас в кодексе, то о никаком нарушении речи быть не может. Почему не привлекли к ответственности, не составили протоколы инспектора? Потому что они реально смотрели на вещи. То есть они открыли правила дорожного движения, они посмотрели ГОС, они изучили кодекс. И они не пришли к тем выводам, что имеется в моих действиях состав правонарушения. То есть номера читаемы. Ну на самом деле к этому, наверное, и не надо привлекать такое большое внимание. То есть это была разовая акция. Я, допустим, в городе не видел, несмотря на то, что Роман когда-то там проехал с перевернутыми номерами, таких последователей, скажем так, ваших. Роман, возвращаемся к парковкам. Один из видов наказания, который относительно недавно начал применяться в городе Липецке, это эвакуаторы. Всегда ли они правильно действуют, законно действуют, эвакуируя машины, на ваш взгляд? В принципе, при самой погрузке транспортного средства на эвакуатор, им разрешается отступать от правил дорожного движения, от разметки, от знаков. Но у нас весь город практически увешан знаками, движение грузовым автомобилем запрещено. И когда эвакуатор едет к месту задержания автомобиля, он, естественно, нарушает, приезжает под этими знаками. Также, когда он увозит транспортное средство на специализированную стоянку, он нарушает эти знаки. Что у нас сделали? До недавнего времени у нас на Петровском мосту, если ехать с правого берега на левый, не было такого знака «Движение грузовым автомобилем запрещено». Стоянка находится на левом берегу. То есть для того, чтобы перевести, к примеру, автомобили от администрации города Липецка на специализированную стоянку, там требуется 5 километров. Из расчета по 100 рублей за километр. То есть, в принципе, гражданин должен прийти, заплатить 500 рублей, ему должны автомобиль вернуть. Но для того, чтобы искусственно увеличить маршрут движения, на Петровском мосту повесили такой знак «Движение грузовым автомобилем запрещено». Вот поэтому они ездят через Октябрьский мост. Соответственно, расстояние увеличивается в 2-3 раза, и с людей взимаются больше деньги, чем это могло быть. При том, что они, когда едут через весь город, они также нарушают требования этих знаков. Ну, а ГИБДД что вам отвечает? Я ведь уверен, вы уже написали бумагу туда. Да, я пишу, ГИБДД пока молчит. То есть официального ответа от них не поступило. Еще одна проблема, которая волнует автомобилистов, время наше подходит к концу уже, так называемые треноги, радары, которые фиксируют скорость, которые стоят в нашем городе. Вот меня, как автолюбителя, больше всего интересует вопрос. Эти треноги всегда стараются спрятать. Они либо за столбом, либо за кустом, либо еще за чем-то. Но если ты едешь и не знаешь, что в этом месте они стоят, ты их просто не видишь. Это законно или незаконно? В принципе, законам не запрещено их устанавливать где-то там, либо прятать, либо ставить в машинах, либо накрывать их какими-то коробками, то есть маскировать их под что-то. То есть в законе прямого запрета нет. То есть можно так делать? Да, можно. Есть технические условия применения этих приборов, то есть тех документаций, где она говорит, что можно их таким образом ставить, и не запрещено. Единственное, соблюдать угол их установки, чтобы фиксировалась скорость. То есть единственное, что здесь, какой момент в приборы, данные о том, где он находится, и фотографии в эти данные вбивает непосредственно человек, который выставляет этот прибор. Он может ошибиться. Либо элементарно вбить информацию и адрес один, а фактически поставить прибор в другом месте. И в принципе на трассе, когда человек едет 90 км в час, он не будет нарушать. Но в адресе прибора там нет GPS. В адресе прибора будет указана, допустим, улица такая-то, которая находится в населенном пункте. Но в суде это возможно доказать? Наши судьи примут это как... В суде, к сожалению, это не принимают. Да, потому что я даже ставил вопрос о подлинности фотографии на вот этом постановлении бумажном. Но подлинность фотографии не смог подтвердить инспектор, потому что они периодически удаляются. То есть цифрового носителя нет. То есть вы пытались оспаривать вот эти... Да, пытались оспаривать. Конечно, постановления эти отменяются по другим основаниям, что там ехал другой водитель, а не я. Но по событию нет, не получается пока. Но вы как правозащитник, вы снова хотите доказать... Вот ситуация, вы нарушили правила, вы знаете, что вы нарушили. Вам приходит вот это административное постановление, штраф там 500 рублей. Вы видите, что в этом постановлении есть пробел, и вы можете его оспорить. Вы все-таки будете платить штраф или вы будете оспаривать? Я буду оспаривать, потому что пока не буду... Так вы же нарушили, Роман. О том, нарушил или не нарушил, должен я знать на 100%, что там ехал 100 километров в час. Нет, но я вот и говорю, вы знаете, что вы нарушили. Вы будете... Если я знаю, что я нарушил, нет, оплачивать я не буду. Потому что, в принципе, у каждого человека есть такой инстинкт, как самосохранение, в том числе самосохранение в правовом смысле этого слова. И то есть подозреваемому, либо лицу, привлекаемому к ответственности административной, дает закон право не свидетельствовать против себя. И то есть иными способами уходить от ответственности. Это, я считаю, должна быть в том числе позиция каждого человека. То есть государство, если берет на себя ответственность за наказание, то оно должно обеспечить это наказание, должно таким образом собрать доказательства, чтобы суд уже принял во внимание и привлек человека, либо инспектор, рассматривающий дело, привлек человека к ответственности. Роман, спасибо, что пришли к нам, спасибо, что ответили на наши вопросы. Это наше время подошло к концу. Сегодня у нас в гостях был правозащитник Роман Кришталь, человек, который борется за соблюдение законов на наших дорогах и нашими должностными лицами. Это была программа «Точка зрения». Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова